Друзья, хочу познакомить вас с каналом Selektra Mobile Legends. На этом активно развивающемся канале вы найдете геймплей топ игроков с указанием сборок. Автор сразу показывает статистику игрока, чей геймплей вы увидите и его сборку. Переходите по ссылке и наслаждайтесь видео. А ссылка, как всегда, в описании. Мур, привет друзья, с вами Зверько. И пусть возрадуются любители бойцов и йоги, потому что на основной сервер добавили Миндситтера. И я очень надеюсь, что скоро привыкнут к этому ударению, поскольку скоро будет перевод трейлера на этого персонажа, где его имя упоминается раз 500. Итак, Миндситтера немного понерфили перед выходом, и в принципе правильно. Поскольку он нещадно имбовал. Давайте посмотрим, что у нас сейчас по навыкам. Пассивный навык, все вместе. Если союзники убивают противника, Миндситтер, независимо от участия, получает 60 золота. А если убивает он сам, то каждому союзнику дают по 15 золотых. 15 золота это немного. Но благодаря первой части навыка, Миндситтер очень быстро фармится в сравнении с другими бойцами. Как еще можно ускорить этот процесс, покажу в сборке. Первый навык, Копье славы. Миндситтер пронзает противника в копье, и с самого дальнего притягивает к себе. Этакий улучшенный хук франка, но более требовательный к прицелу, поскольку если задевает лишь краем, может и не притянуть. По сути, отличный навык для инициации. Второй навык, Натиск щитом. Миндситтер наносит удар щитом, причиняя урон окружающим противникам. Если враг стоит близко, его оглушает, а остальных врагов удар отталкивает. Кроме того, Миндситтер получает щит и ускорение бега на 20%. Второй навык контроля, позволяет вычленить нужную цель из толпы. Лучше, если вы уже освоили режим суперконтроля и выбираете цель по иконке. Так вы сможете притянуть вредного стрелка или мага, оттолкнуть защитников и забить свою жертву. Помните, что оглушается ближайший противник, остальные отталкиваются. Успеваете наносить удар раньше, чем к вам подбежит вражеский танк. Ульта. Призыв короля. Эта ульта – проклятие героев, чей геймплей завязан на перемещение навыком. Так, Миндситтер совершает прыжок и призывает на поле четырех стражей. Стражи атакуют ближнюю к ним цель. Их атаки считаются атакой-навыком, поэтому ускорить их не получится. Внутри призванного поля Миндситтер получает бонус к защите от физического и магического урона, а также замедляет противника на 20%. И самое главное, у врага отключаются все навыки, связанные с перемещением. Этот навык является отличной контрой Хариту и Фани. Что же ослабили Миндситтеру, так это урон. Но персонаж как поддержка дамагеров очень себя зарекомендовал. Я дам два варианта развития, а вы уже их переделайте под себя. Эмблема. В урон берем бойца со вторым перком на исцеление от навыков. А если играете в поддержку, можно взять эмблемы танка с исцелением от контроля. Это также второй перк. Далее берем способность. Это вдохновение от спинения или щит. Сборка. Начнем со сборки в урон. Первым делом мы берем волшебные сапоги. Думаете, зачем бойцу такие сапоги? А вот смотрите. Вы участвуете в убийстве врага в качестве поддержки. За это получаете 120 золота. Плюс 60 за то, что вы Миндситтер. И плюс 80 голды с сапогов. Итого 260 золотых лишь за поддержку. А? Как вам такой буст по голде? Далее. Бесконечная битва. Это и мана, и урон после применения навыков. Топор кровожадности. Усилит исцеление с навыков и от чистого урона. Клинок отчаяния. Если играем через вдохновение, и человек попал на нашу инициацию, мы должны сделать ему больно. Штормовой пояс. Увеличит вашу живучесть и замедлит от бегающих врагов. Очень рекомендую. Оракул увеличит и щит, который мы получаем вторым навыком, и входящее исцеление. Сборка в поддержку. Волшебные сапоги. Штормовой пояс. Коса коррозии, чтобы мы могли замедлять и автоатакой. Господство льда. Его замедление действует практически в упор. А в упор мы притягиваем как раз первым навыком. Шлем небесного стража для живучести. И последним опять идет Оракул. Тактика. Я Минситера. Сейчас вижу как поддержку. Идете на линию с дамагером. И всеми силами портите жизнь противнику. Наиболее удачная комбинация. Ульта. Оглушение щитом. Оглушение отспенением. Если персонаж еще не помер, притягиваем копьем обратно в ульту. Но инициировать вам придется так, чтобы вас самих не забили за это время. Уловку с вспышкой и подтягиванием перед выходом героя понерфили. Теперь противник притягивается на то место, где стоял Минситер. Выживать помогает второй навык. Щит может поглотить немало урона. А навык перезаряжается часто. Благодаря билдам Амани можно не беспокоиться и использовать навыки все время. Минситер отлично подходит для того, чтобы сквозь танка вытащить сквиша. Но помните, что хватается самый дальний. Ультовать лучше прыжком в героя, так, чтобы он оказался в центре навыка. Так ему дольше бежать из вашей ульты. Кстати, противнику нанесется меньше урона, если он побежит в сторону одного стража. Имейте это в виду. В общих чертах Минситер играется как Руби или Франко. Старайтесь играть так, чтобы ваши союзники добивали противника. Ваша команда легко вырвется вперед по фарму, а лично вы не потеряете и золотого. Ваша основная цель – это герои, которые наносят атаку с перемещением. На этом все. Делитесь этим видео с друзьями. При его просмотре отваливаются клешни. Конечно, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok